Это же оборот. А где деньги? А какая прибыль? Хочу вас просто подготовить к тому, а сколько денег тратится на те или иные направления. Поверьте, здесь мы смогли сэкономить. За этими невероятными цифрами чистой прибыли порядка 30%. Я не знаю почему, но очень многих интересует этот вопрос. Например, когда я у себя в телеграм-канале выкладываю какие-то свои результаты, и не в контексте того, чтобы похвалиться, либо продать какой-то продукт, а просто показать, что типа, ребята, смотрите, у нас была такая-то цель в миллион рублей, мы ее чуть-чуть не достигли, либо достигли, появляются люди, которые хотят сказать, что это типа, это же оборот. А где деньги? А какая прибыль? И честно говоря, здесь есть четкое понимание, что скорее всего этот человек меня не знает, потому что я во всех видео рассказываю, что оборот это не важно, что все, на кого вы смотрите в интернете, если вам рассказывают про какие-то невероятные обороты в любом бизнесе, это не говорит нам в принципе ни о чем, потому что можно продавать и в минус, и с небольшой прибылью, и как факт, оборот не значит ничего. Но все-таки в этом видео я решила закрыть этот вопрос для того, чтобы и вам показать, сколько можно зарабатывать с учетом производства, какая бывает прибыль, какие расходы бывают за месяц, с учетом тех оборотов, которые есть. Поэтому в этом видео я вам расскажу те обороты, которые мы заработали, то есть те продажи, которые были у нас на различных маркетплейсах, и конечно же вам расскажу про все расходы, которые мы понесли за август. Хочу вас просто подготовить к тому, а сколько денег тратится на те или иные направления, чтобы вы понимали, например, в производстве какие есть затраты, на что мы тратим, и как мы готовимся к новому году. Кстати, сейчас, да, ну небольшой спойлер, да, затрат на ткани, на материалы будет чуточку больше, только потому что сейчас у нас предновогодний сезон, и мы заказываем новогодние материалы, а следовательно это дополнительные затраты. Но в любом случае в этом видео мы с вами сейчас узнаем все про деньги, про то, сколько же по итогу заработал бренд Leo Home и производство Leo Home благодаря маркетплейсам. Итак, мы с вами сейчас будем открывать финотчеты. Ну, конечно же, можно было просто открыть финотчеты, но так как у меня есть отдельная табличка, в которой ведутся все расходы, я вам расскажу по различным направлениям, сколько денег было потрачено, а вы уже сами потом просуммируйте, сколько по итогу это все расходы. Ну, а в конце мы, конечно же, с вами поговорим о сумме продаж на каждом маркетплейсе и узнаем, а сколько же по итогу чистая прибыль за август. Итак, давайте с вами посмотрим. Надеюсь, вы удивитесь или не удивитесь. Не знаю, конечно, может быть у вас не такие расходы, но чтобы вы понимали, за август на закупку различных тканей, причем это ткани для производства домашнего текстиля, это там шторы, дорожки, конверты, салфетки, наволочки. Кстати, у нас еще фартуки появились, если вы интересуетесь домашним текстилем, очень рекомендую, у нас в бренде все полностью нашего российского производства, нашего производства. Это не контрактное производство, все организовано нами. Так вот, чтобы вы понимали, за август месяц только на ткань было потрачено 720 тысяч рублей. То есть представьте себе, что все красивые обороты, которые вы видите в интернете, за ними скрываются немаленькие суммы расходов. Вот, например, у нас затраты на ткань, затраты на материал для того, чтобы произвести ту или иную продукцию, это 720 тысяч рублей. Далее, в этом месяце мы на 59 тысяч закупили различных комплектующих. Что такое комплектующие? И, кстати, вот я вам специально расходы говорю по различным направлениям. Для чего это сделано? Для того, чтобы вы для себя могли понять, что важно вести учет и понимать, а на что вы потратили какие деньги, ну а во-вторых, просто чтобы вы понимали, на что тратятся эти деньги. И, кстати, все это официальный расход. То есть мы закупаем все только по счетам, никакой налички. То есть все, что я вам рассказываю, это все официально закуплено в России. То есть все это закупки в России. Так вот, на комплектующие мы потратили порядка 59 тысяч рублей. И это всякие молнии, шторные ленты, липучки, нитки, что мы еще покупали. Сюда, кстати, входят и коробки. Коробки тоже сюда входят. В этом месяце мы покупали коробки. То есть не каждый месяц это происходит. Но, например, в предыдущем месяце на комплектующие было потрачено всего тысяча. А в этом потратились, давно ничего не покупали. Далее, на транспорт у нас потрачено порядка 25 тысяч рублей. Что входит в категорию затрат транспорт? Это когда мы свои поставки отправляем в сортировочные центры, на склады маркетплейсы. Неважно, отправляем товары транспортным компаниям. Это как раз расходы на транспорт. И дополнительно, когда мы забираем различные материалы. Вот про ткани, которые я вам говорила. И расходы у нас за месяц вышли на 25 тысяч рублей. Далее, посмотрим с вами расходы на контент. Расходы на контент, чтобы вы понимали, сколько денег в принципе тратится на то, чтобы проводить фотосессии, модели, съемку товаров. Так как у нас идет постоянное обновление ассортимента. К сожалению, с месяца в месяц нам приходится тратить деньги и на фотосессии. Но в этом месяце, кстати, было не так уж и много. Мы заплатили всего 5 тысяч рублей. Я вам с рублями не говорю. Тут, конечно, 5155. И в остальных цифрах тоже были небольшие отклонения. Я вам говорю круглыми цифрами. Это было 5 тысяч рублей. На менеджеров. Вот здесь реально шок история. И это самая большая сумма в этом месяце. У меня работают менеджеры по трем маркетплейсам. Это Wildberries, это Ozone и Яндекс.Маркет. И мы на менеджеров потратили 130 тысяч рублей. Это к вопросу того, что в принципе менеджеры достаточно востребованные профессии. Потому что можно вот с моего бренда зарабатывать 130 тысяч рублей. И я вам хочу сказать с точки зрения работы. Работы у нас в кабинетах не так уж и много. Потому что основными задачами, основными идеями по продвижению занимаюсь я. То есть у меня как раз в большей степени это менеджер-операционщики. В большей степени. А все основное продвижение, планирование и так далее занимаюсь я. Поэтому здесь вот операционисты зарабатывают порядка 130 тысяч рублей. Но это может быть один человек, может быть отдельно. Итак, далее у нас теперь есть отдельный менеджер, который ведет учет. Который занимается упаковкой, приемкой, отгрузкой наших товаров. И на него мы потратили 20 тысяч рублей. Ну, знаете, в родниках не такие уж и высокие цены. Поэтому, поверьте, здесь мы смогли сэкономить. Далее есть расходы на рекламу. Что это за расходы? Это не расходы внутри маркетплейса. То есть внутри маркетплейса это мы смотрим по финансовому отчету. А именно вот здесь указан расход, сколько мы потратили на внешнюю рекламу. И в этом месяце мы потратили, кстати, немного, всего 20 тысяч. Только потому, что в предыдущем очень хорошо закупились рекламой. И здесь нам ничего сильно рекламировать не пришлось. То есть мы потратили 20 тысяч рублей. Ну и также здесь указаны прочие расходы на 3500. Честно говоря, не знаю и не помню уже, на что мы это потратили. Но обычно в прочие расходы я вот что-то непостоянное, что мы редко используем, что мы редко там покупаем, да. И таким образом рассчитываю. Я вспомнила. Прочие расходы здесь указаны. На 3500 это бухгалтер. Плачу ежемесячно бухгалтеру. И на бренд тратится 3500 рублей в месяц. Ну и у нас с вами остается пошив плюс раскрой. И здесь у нас порядка 200 тысяч рублей за месяц. То есть за месяц наши швеи плюс человек, который занимается раскроем, получили 200 тысяч рублей. Вот таким образом мы с вами посмотрели все расходы, которые есть. Ну чтобы вы понимали, да. То есть мы с вами сейчас вот пока подытожим. Перед тем, как пройдем к цифрам непосредственно оборота и продаж, которые были за этот месяц. То есть мы с вами должны понять, что за любым оборотом в 10 миллионов, в 20 миллионов, в 500 тысяч рублей всегда стоит как минимум, наверное, где-то 70-60 процентов расходов. Чистая прибыль при хорошем раскладе 30 процентов из этой суммы. То есть вы можете всегда, когда видите какие-то невероятные цифры, учитывать то, что за этими невероятными цифрами чистая прибыль и порядка 30 процентов. Конечно же здесь в расходах сейчас не учтен как сам факт налога, но вообще я его учитываю при расчете общей суммы расходов. Но, конечно, по отдельности здесь он не учтен. Так вот, моя большая просьба обратить ваше внимание на то, что за всеми оборотами скрывается куча расходов. И представьте себе, ну то есть как бы это все нужно закупить, на этом нужно потратить деньги, эти деньги найти и таким образом развиваться. А не так, что почему у вас не 5 миллионов, почему вы столько не зарабатываете. Так на 5 миллионов, на 10 миллионов, неважно. Это просто было 5 миллионов мифическая цифра. Неважно какая цифра. Факт того, что на то, чтобы на эту сумму напродавать, там еще и надо израсходовать немаленькие суммы. Вот об этом не забывайте. То есть очень часто, когда вы задаете кому-то вопрос, а почему вы не зарабатываете столько, потому что еще надо израсходовать немаленькую сумму. Ну а теперь, я надеюсь, вы подготовились, вы готовы, вы полностью во внимании. Мы с вами посмотрим, а сколько же на каждом из трех маркетплейсов Казань Экспресса я не стала считать. Там сложно отследить, там они деньги не присылают, поэтому можно сказать, что в этом месте я от них ничего не получила. Поэтому давайте с вами посмотрим, как же дела у Вайлдберрис, Озон и Яндекс.Маркет. Так вот, на Вайлдберрис за август оборот составил, то есть сумма продаж составила полтора миллиона рублей. Это сумма продаж наших товаров. На Озон, здесь у меня стоит две цифры, я сейчас на калькуляторе посчитаю, чтобы вам точно сказать. То есть смотрите, у нас на Озон, так как там считается определенными неделями, периодами, у нас с вами две цифры. Я сейчас посчитаю, сколько это. Все посчитала. На Озон у нас с вами получается 800 тысяч рублей оборот за август месяц. То есть у нас полтора плюс 800. И Яндекс.Маркет чуть-чуть не дожал ту цель, которую мы ставили. Мы на август ставили 100 тысяч рублей, здесь получилось, к сожалению, 95. Может быть, конечно, вчера вечером, когда я смотрела, там изменилась ситуация, да, то есть за несколько часов остававшихся. Но в любом случае будем с вами учитывать 95 тысяч рублей. И таким образом оборот составил почти 2,5 миллиона рублей без учета оптовых продаж. Это реальная цифра продаж, которые есть. Это реальные расходы, которые есть. И для меня было важно вам честно рассказать и показать, чтобы не было больше вопросов. Я вот это видео, если я вам лично его отправила, вот вы смотрите сейчас это видео, и я вам лично его отправила, наверное, я хотела вам сказать, что перестанете меня уличать в том, что я пытаюсь вам какие-то цифры оборота впихнуть, при этом нет никакого заработка. Не переживайте, все считается, все ведется, вся информация есть, и вот вам наглядные цифры. Я это видео сделала и для мотивации, для вашей, для того, чтобы вы понимали, что все можно достигнуть. И 2,5 миллиона это тоже очень хороший оборот, и 1 миллион, это неважно какой у вас оборот. Если вас все устраивает, это тоже очень классные цифры. И также я хотела вам показать реальные цифры, реальный бизнес, реальные процессы, и те расходы, которые ведутся, это все на самом деле так. То есть не вымышленная история, что вот там кто-то 10 миллионов. Да, это круто. Но скорее всего, скорее всего, на 7 миллионов, там как минимум, если не больше, будут расходы. А чистой прибыли будет не так уж и много, потому что чем больше оборот, обычно маржинальность становится все меньше и меньше. И люди начинают зарабатывать именно на больших оборотах, на маленькой маржинальности, но берут обороты. Поэтому на этом все. Спасибо большое, что смотрели это видео. Я надеюсь, у вас остались вопросы какие-то, мысли, идеи. С удовольствием почитаю, пишите в комментариях, отвечу на ваши вопросы. Ну, а встретимся теперь мы с вами на следующем видео. Все, пока-пока и не забывайте подписываться.